Денис Мейджор 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 чтобы ты купил именно этот товар, а не какой-то другой, который там почти один в один на него похож. Поэтому, конечно, человек может не знать, что это хорошая игра, просто потому что он не знает язык. А главное-то, ну, если сравнивать вот с этими 90-ми годами, когда мы играли на китайском языке, во-первых, давайте честно, многие игры на Dendy, они были довольно слабы по истории, и, в принципе, там не так это было важно, и во многих местах было понятно, что это за история. Были, конечно, редкие исключения, но, тем не менее, сейчас все больше и больше говорят о том, что сюжет в играх важен. Я, конечно, не считаю, что сюжет внезапно стал более важен, просто современные технические средства позволяют его лучше раскрыть через какие-то визуальные средства. Тем не менее, пройти игру и ничего в ней не понять, ну, вот взять, например, Якудзо, представьте, что его нету на английском даже, и чё, эта игра тогда превратится просто в битэмап, а это же, в принципе, не про битэмап игра, там сюжет как бы важен. Да, какие-то вещи можно понять просто смотря, что происходит, но вообще-то там важен сюжет, который в том числе важно, не знаю, читать, слышать, понимать. То есть толку, что ты прошел игру, которая ориентирована на сюжет, и ничего в ней не понял? Это же не Тетрис, это же не Марио, где, в принципе, и так всё понятно, и можно на сюжет забить. Но есть игры, в которых сюжет важен. Есть игры, в которых не важен, они не становятся от этого хуже. Ну, просто в них сюжет не важен. А есть игры, в которых сюжет важен. И его важно понимать. Если ты не понимаешь сюжет, то что, ты как будто и в игру-то не играл. Ну, ты прошел, ты забил там последнего босса, сохранёнку, какую-то ачивку получил. И что, ты игру не понял? Конечно, с точки зрения знания языка, я считаю, что английский знать нужно. Не для игр. Вообще, ну, как бы по жизни пригодится. И в общении с людьми, в том числе, если ты в другую страну едешь. Да, в принципе, даже когда в нашу страну приезжают, всё-таки... Хорошо, когда страна выглядит привлекательной для туристов из других стран, потому что это в том числе наши деньги, которые так или иначе осядут у нас в кошельках. Деньги с туризма — это очень важная статья дохода. И даже если вы напрямую с туристов не получаете деньги, вы всё равно их получаете косвенно через там социальные программы, через там развитие транспорта, ещё чего-нибудь. Так что английский язык знать нужно. Ну, почему именно английский? Потому что он стал международным. Мог быть не английский, а, скажем, немецкий. Но стал именно английский, и с большинством людей со всего мира можно общаться именно на английском. Есть, конечно, да, кто-то скажет, ну, самый популярный язык там китайский по числу людей. Но это просто потому, что китайцев много. Так-то и индийский язык, или как он там называется официально, на нём тоже очень много людей разговаривает. Но, тем не менее, английский имеет статус международного, а китайский нет. Японский, кстати, там вообще нигде просто. То есть вот эти анимешники, которые кричат, что на японском надо играть, их всё-таки маловато. Но, с другой стороны, русский вообще-то тоже очень популярный язык, дорогие разработчики. Русский очень популярный язык. Вы иногда переводите игры на языки, которые гораздо менее популярны, чем русский, и при этом не переводите на русский. И я на всякий случай напомню, что русский язык — это не только Россия. Люди, которые понимают, хорошо знают русский язык, или вообще являются его носителем, живут по всему земному шару практически. Я не понимаю, как можно переводить игру, скажем, на итальянский, и не переводить на русский. В чём прикол? Особенно, когда я помню, как было в Hyrule Warriors, когда там два французских языка и два испанских языка. Ну, конечно, это настолько важно, а вот русский — не важно. То есть тут поймите, даже нельзя мерить необходимость русского языка продажами игры конкретно в России, потому что, ещё раз, русский язык, он тоже по всему миру распространён. А главное, одно другого-то не исключает. Английский язык знать нужно действительно, но ты всё равно для тебя родной язык, он будет, ну, более понятным, его просто проще понимать. И когда ты садишься в игру и хочешь расслабиться, а игра тебе ещё там много рассказывает что-то, какие-то туториалы, как чего делать, и она рассказывает тебе на неродном языке, даже которой ты знаешь, то всё равно сложнее. Ну, это как бы больше требует, я не знаю, мозгового процесса какого-то, да? Ты хочешь расслабиться. Понятно, что есть там такие мультилингвы, которые вообще для них что родной язык, что не родной, для них все языки родные, и они идеально понимают любой язык. Ну, не все же такие люди-то. Уж если говорить о том, на какое большинство рассчитана там какая-то игра, то вот, извините, вот таких людей у них точно не большинство, которые там прекрасно понимают любой язык. И если уж говорить о том, что игры должны рассчитаны на какое-то быть большинство, то я считаю, что да, хорошо, там должен быть английский язык в игре обязательно, но там должен быть и русский практически в любой игре, я считаю, что должен быть русский, по крайней мере, который продаётся в России или в других странах, где довольно большое русскоязычное сообщество, иначе получается как-то неправильно. Озвучка, может быть, да, озвучка не всегда важна на русском языке, тем более, что честно скажу, что во многих играх, где прям важна озвучка, в большинстве случаев, она мне не очень нравится на русском языке. Взять Uncharted, я честно не представляю, как в Uncharted играть с русской озвучкой. С русскими субтитрами, да, чтобы понимать там лучше всё, что происходит, но русская озвучка, она, ну, она просто никакая, она безэмоциональна, особенно Нейтан Дрейк, ну, просто безэмоциональна, какой-то, постоянно какой-то загруженный, хотя там одна из фишек, это личность Нейтана Дрейка, это одна из главных особенностей игры, почему её в том числе все любят, то, какой Нейтан Дрейк, и тут нельзя убрать его голос, на любом языке его сделай, ну, никак. Так озвучен Нейтан Дрейк в оригинале. Потрясающий актёр Нолан Норт, который великолепно просто сделал эту роль, и, ну, по крайней мере, русские актёры не смогли повторить. Там, если Салли ещё более-менее, ну, там, в принципе, Елену Фишер, я считаю, в принципе, неважно, хотя вот уже Хлоя Фрейзер, я считаю, всё-таки вот Клаудиа Блэк, которая её в оригинале озвучила, тоже, ну, неподражаемо. Есть, правда, случаи, когда мне больше нравится русская озвучка, например, Far Cry 4. Пэйген Мин в оригинале Троем Бейкером озвучен так себе. А вот у нас отличная озвучка, хотя, с другой стороны, если взять Far Cry 3, то вас, конечно, в оригинале тоже неподражаемо, и как у нас не пытались, у нас не передали. Более того, мне непонятно, почему у нас не пытаются с акцентами как-то работать именно актёры озвучки, потому что, ну, если взять там западные игры какие-то, то очень часто всё строится на акцентах, это и фильмов касается, а у нас не пытаются, у нас как говорят, так и говорят. В лучшем случае кавказский акцент имитируют, когда про наши какие-то дела идёт, и всё. Там же акценты разные, там французский акцент какой-то, там латиноамериканский акцент, афроамериканский акцент, столько акцентов, и вообще даже не пытаются, а что там. Но, тем не менее, хорошо, когда есть выбор, потому что даже иногда, когда играешь в игру, то тяжело воспринимать даже текст, когда он субтитрами. Поэтому, если я там играю в какую-нибудь там Division, не знаю, ну, в игру, в которой не так важна озвучка, которая, да, может быть, она и лучше в английском варианте, но это, знаете, не тот случай, когда вот прям это одна из главных фишек игры. То я предпочитаю играть с русским звуком, в том числе и с русской озвучкой, чтобы просто быстрее понимать, что происходит, чтобы тебе сказали, всё, ты уже понял, тебе не надо читать, ты можешь не отвлекаться на то, чтобы читать, а то там вот тоже S-Combat, я рассказывал седьмой, тебе много рассказывают важной информации, субтитрами перевод-то дан, но тебе нужно там летать, стрелять, всё это в процессе боя происходит, при том, что голосовая работа на английском языке, я бы не сказал, что какая-то потрясающая войска, можно заменить там любыми другими голосами, просто там, которые хоть как-то разговаривают, поэтому могли бы сделать тоже озвучку и на русском языке, в том случае. На GTA, с другой стороны, я понимаю, почему не делают русскую озвучку, или вообще другую озвучку, потому что там потрясающие профессиональные актёры озвучивают всех, там даже каких-нибудь коротких, маленьких персонажей, эпизодические роли какие-то, найти в таком количестве актёров такого уровня и заплатить им ещё столько за это денег, это, конечно, почти нереально, но таких примеров очень мало. Так что ещё раз, подытоживая, английский язык знать нужно, да, но и игры, разработчики, должны быть на русском языке, и не только в России, потому что русский язык — это не только Россия. Ну а у меня на сегодня всё, с вами был Денис Мейджор, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях, ставьте лайк, если вам понравилось, и спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне, Бусти и Ютубе, вы помогаете моему каналу становиться лучше, и благодарю за просмотр, до новых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»